Здравствуйте! Как же хорошо, что вы смотрите нас сейчас. Что же по-настоящему важно? Наверное, этот вопрос хоть раз задавал себе каждый. И касательно личной жизни, и касательно работы, многие поэты и мыслители ломали голову над этим вопросом. Поэтому неудивительно, что и Иисусу пришлось столкнуться с этим вопросом. Один книжник спросил его, какая из заповедей самая важная, и что же ответил ему Иисус, и какой урок мы можем извлечь из этой истории. Сейчас об этом вам расскажет пастор Кристиан Эвегард. Итак, давайте сейчас встанем и откроем 12 главу Евангелия от Марка. Прочитаем стихи с 28 по 34. Итак, один из книжников, слыша их прение, и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». А вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из сих заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал Ему так, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать Его ни о чем. Пожалуйста, присаживайтесь. Аминь. Я напоминаю вам, что это была последняя неделя Иисуса перед Его смертью на кресте Голгофа. Каждый день этой недели Он выходил из местечка Вифания, где Он временно жил и шел в Иерусалим. В тот день, который мы сегодня обсуждаем, у Иисуса состоялось несколько бесед. Сначала к Нему подошли фарисеи и иродиане, чтобы подловить Его на слове. Затем к Нему подошли с Саддукеи и сегодня мы рассмотрим Его третью беседу. Это была беседа с книжником, который наблюдал за тем, как Иисус пообщался с фарисеями и с Саддукеями. Казалось бы, что этот книжник был более дружелюбно настроен, чем те, что подходили к Иисусу до Небу. У Него тоже был вопрос к Иисусу, и на данный Ему ответ Он отреагировал с определенной степенью понимания. В конце их беседы Иисус даже сказал Ему «Недалеко Ты от Царствия Божьего». Мне кажется, это предложение выделяется из всего нашего сегодняшнего отрывка. «Недалеко Ты от Царствия Божьего». Это означает, что кто-то очень близок к чему-то, но вот именно что только близок, а этого недостаточно. Он этого еще не достиг. Он еще этого не получил. Есть люди, которые играют в лотерею, и среди них есть такие, которые на протяжении двадцати, тридцати, а то и сорока лет. Все время выбирают одни и те же числа. А еще, наверное, есть люди, которые сидят перед телевизором и смотрят, как ведущий называет «выпавшие числа». Они с удовольствием следят за этим, ну, например, каждую субботу. У них в голове есть свои числа. Они видят на экране список выпавших чисел, и тут один из них понимает, что угадал шесть чисел и дополнительное число. Он так близок к успеху. Речь идет не о Царстве Божьем, а о миллионном выигрышем. Он так близок к успеху. И тут он начинает искать лотерейный билет и не может его найти. Он отправил его и заполнил. Он так близок к успеху, но этого недостаточно. Недалеко ты от Царствия Божьего. Это предложение относится не только к книжнику, но, как мне кажется, и к жизни многих среди нас и других людей нашего времени. Так что же хотел сказать им Иисус? Что же он хотел сказать словами «Недалеко ты от Царствия Божьего»? Сейчас мы подробно разберем их беседу и узнаем, что значит войти в Царство Божие. Сначала книжник задает Иисусу вопрос. Он спрашивает, какая первая из всех заповедей? Согласно раввинским традициям, в Ветхом Завете насчитывается 613 заповедей. Я не сам их посчитал. Я нашел об этом информацию в книгах. 248 положительных заповедей и 365 запретов. Некоторые из них считались более важными, чем другие. Этот человек хотел узнать у Иисуса, какая из этих 613 заповедей самая важная. В конце концов, этот вопрос волновал не только книжников и евреев тех времен, но и вообще всех людей. Что важнее всего? Что сказанного в Библии для Бога важнее всего? Иисус четко и ясно ответил ему. Он сказал ему, «Сейчас я скажу тебе, какая из заповедей самая важная». После этого он процитировал сказанное во второзаконии. Эти слова известны каждому ребенку в Израиле. Можно сказать, что это обоснование иудейской веры. А вот что сказано во второзаконии. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всеми силами твоими». Это была ежедневная молитва, которой молились иудеи. И говорится в ней о том, что только Бог есть Бог. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, есть только один Бог». В политоистической среде, в которой существовал древний Израиль, было много божеств, каждый народ поклонялся своим богам. И все же Израилю было ясно одно, есть только один Бог. В те времена боги были повсюду. Это были ложные боги, резные боги, литые боги, фигурки, изображения и статуи. Однако есть только один истинный Бог, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Хотите ли вы стать частью Царства Божьего или быть просто близким к Нему? Для этого нужно просто признать и поверить, что есть только один Бог, других богов нет. В книге Исаия сказана «Я Господь и нет иного, нет Бога кроме меня, я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь и нет иного Бога». Новый Завет подтверждает эти слова. Павел написал Тимофею «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, нет других богов превыше его, равных ему или ниже его, есть только один Бог, аминь, и этот Бог един в трех лицах, он, это Отец, Сын и Дух Святой». Мы не будем сейчас говорить об этом подробно, потому что у нас не так много времени, но есть всего лишь только один Бог. И поскольку есть всего лишь один Бог, наша безраздельная преданность принадлежит только Ему. А вот почему Иисус и сказал «Возлюби Господа Бога всем сердцем». Или Он сказал «Возлюби только половиной своего сердца». Нет, всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим и всею крепостью твоей. Это довольно многое, не правда ли? Только подумайте, Он охватывает все, поскольку Бог один, Он претендует на каждый аспект нашей личности, на наше сердце, на нашу душу, на наше разумение и на нашу силу. Все должно быть направлено к Нему, покориться Ему и служить Ему. Каждая часть нашего естества и нашего бытия, источник всех моих мыслей, всех моих слов и действий, это мое сердце. А вот почему в книге притчей сказано «Больше всего хранимого хранить?» Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Бог сказал «Ты должен мне служить, ты должен меня любить всем своим сердцем». Иначе говоря, мы обязаны проявлять к нашему Богу нечто больше, чем покорность и верность. Мы обязаны проявлять к нему свою любовь, всеобъемлющую, всеохватывающую любовь. Наши мысли должны исходить от него, и наши эмоции должны быть направлены к нему. Наша воля должна быть устремлена к его славе, а наша сила должна быть для Бога. А вот что важнее всего, сказал Иисус, ты хотел знать, какая из заповедей самая важная? Так вот тебе и ответ. Ты хотел знать, как попасть в Царство Божие? Для этого ты, по крайней мере, должен выполнять эту заповедь. Иначе говоря, опираясь на весь контекст, мы можем подытожить, что Иисус сказал, «Мое Царство исходит не от всех, кто поверхностно интересуется Богом. Этого недостаточно». Для Него мало просто религиозных эмоций и каких-то приятных ощущений в области живота. Для Него необходима полная преданность и любовь к Богу. Но если в нашей жизни это так, мы не можем сказать, «Я готов соблюдать самую главную заповедь, а остальные меня не интересуют». Нет, так не пойдет. Тот, кто любит Бога всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением и всею своей крепостью, не может быть безразличным к тому, что Бог говорит в других заповедях, например, к тому, что Он говорит о лжи, воровстве, алчности или прелюбодеянии. Мы должны любить Бога всем своим сердцем. Когда мы это делаем, мы выполняем и все остальные заповеди, они объединяют в себе волю Бога для нашей жизни. Что такое величайшая заповедь? «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Что же хотел сказать Иисус этими словами? Многие полагают, что это означает, что мы должны стараться в первую очередь любить нас самих. Иисус сказал, «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Поэтому многие полагают, что эту заповедь возможно исполнять только если мы любим самих себя. Они считают, что только если мы будем много думать о себе, мы будем готовы любить ближних. Полагаю, вы слышали такую точку зрения? Это очень широко распространенная теория. в психологии, а также в терапевтическом душепопечении, во многих беседах, тут и там, в залах и коридорах церквей, в христианских книгах, а это встречается во многих источниках, мы можем прочесть и услышать о том, что мы должны больше думать о себе и больше любить себя и принимать себя. И эти мысли обосновываются именно этим стихом «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Так что же, неужели это правда? Многие задаются таким вопросом. Но нет, и я так не думаю. Это заблуждение. В Библии сказано, что мы созданы по образу и подобию Бога и очень драгоценны для Него. Но это не мы придаем себе эту ценность. Нам не нужно говорить себе, насколько мы достойны любви. В Библии сказано совсем наоборот. А в этом вопросе Иисус супер радикален. Да, Он супер радикален, когда речь заходит об этом вопросе. А вот что, например, Он сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Это абсолютно противоположное таким заявлениям, как «Люби себя, заботься о себе, и так ты исполнишь величайшую заповедь». «Отвергни себя и возьми крест свой, и делай это каждый день, и следуй за Мною». Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. А чуть позже Иисус добавил, «Унижающий себя возвысится». Вот видите, Он делает акцент совсем на других понятиях. Когда Иисус на вопрос, какая заповедь важнее всего, отвечает, «Возлюби Господа Бога твоего», ну и далее по тексту, в том числе Он говорит «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Он не имеет в виду, что мы прежде всего должны научиться любить самих себя, и тогда мы сможем любить и ближних. Поскольку Иисус прекрасно знает наши падшие сердца, Ему известно, что мы себя уже и так очень хорошо любим. И поскольку вы себя уже и так любите и в первую очередь заботитесь о себе, поскольку прежде всего вас волнует, что вы наденете, вас волнует, что вы будете есть, поскольку прежде всего вы беспокоитесь о вашем призвании, и все мы стремимся не остаться ни с чем. А вот почему Иисус сказал, как ты любишь себя, вот с тем же участием, так же ты должен любить и ближнего. Ты должен думать не только о себе, но и передавать любовь, которую ты испытываешь к себе и своему телу дальше. Сам Павел в послании к Ефесиным подчеркнул эту мысль. Вот что он написал там. Посмотрим. Именно так должны мужья любить своих жен. Так как же они должны их любить, как свои тела? Ну и далее. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Иначе говоря, так же, как мы естественным образом дарим себе заботу и внимание, мы должны проявлять их и к нашим ближним, к нашим мужьям и женам, и вообще всем, ибо все они наши ближние. То есть мы не должны учиться любить себя еще больше. Мы уже и так себя очень даже любим. Мы должны научиться отказываться от себя. Но зачем? Да чтобы быть в состоянии делать то, что мы сделать не в состоянии, а именно любить Бога и других людей. Это возможно только если мы откажемся от себя. Ответ на наши потребности, а так же ответ на наши комплексы и чувства неполноценности, которые точно в той или иной мере есть у каждого из нас и очень влияют на нашу жизнь, это без вопросов. Так вот эти ответы и решение этих проблем мы найдем не в попытках больше себя любить, а только в Божьей любви, которая идет к нам через Иисуса Христа. А вот где решение. Мы будем здоровы, мы исцелимся, если посвятим себя невообразимой любви Бога через Иисуса Христа. Тогда мы станем маленькими, а Бог будет великим. Если мы отвергнем свой взор от себя и обратим его к нему, то тогда мы сможем сказать вместе с Иоанном, который проповедовал о том же ему, то есть Иисусу, должно расти, а мне умоляться. Когда мы так сделаем и начнем к этому стремиться, тогда нам больше не придется сравнивать себя с другими, тогда мы нужны друг другу, тогда нам больше не придется бояться быть отвергнутыми или брошенными, потому что тогда наше эго больше не находится в центре внимания, тогда мы свободны и готовы с благодарностью принять и обрести любовь Бога, которую Он нам дал в Иисусе Христе и передать ее другим людям. Так какая же из заповедей является самой великой? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь, вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя. Мы способны на это только с Божьей помощью. Мы очень рады тому, что получаем так много писем от наших зрителей. Сегодня я прочту вам одно из них, потому что оно показалось мне очень выразительным. Здравствуйте, пасторы церкви Ковчег. Спасибо вам за то, что вы так основательно проповедуете Слово Божие, а не скачете галопом по Европам. Когда вы проповедовали послание Коринфянам, вы прочли его от начала и до конца, и послание Колоссиным тоже, и вообще вы проповедуете очень подробно все книги Библии, страница за страницей. Особенно меня повеселила фраза «про галопом по Европам». Она подчеркивает то, что мы не хотим делать, мы не хотим проповедовать что-то конкретное из Библии, мы хотим донести до людей, о чем говорится в Библии вообще. И это придает сил нашим сердцам и душам, так что напишите и вы нам о том, что дает вам наша программа, и что вы думаете о ней. До следующей встречи с Богом. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Продолжение следует...